Хе-хе, ребятки! Всем привет! С вами Борода, это канал Нинави и обзор на новую игрушку под названием Rage of Destiny. Игра неплохая, но слишком уж заезженный формат и, не знаю, лично мне немного поднадоели игры данного типа. Если честно, до начала обучения в этой игре я не знал, что за игра, но сейчас вы наблюдаете её прямо на экранах и, я думаю, прекрасно понимаете о сравнении с какой игрой, с каким первоначальником данного жанра я имею в виду сравнение. Если кто не догадался, то я говорю об рейде, потому что здесь идёт точно такая же автобоёвочка, здесь идёт точно такой же подбор игроков, здесь идут призывы со свитков, а не с кристаллов, но также в портале. Здесь точно так же боссы, этапы и всё в духе рейда. Единственное что, что здесь своеобразная прорисовочка и подбор героев. Как вы видите, у меня, допустим, есть гоблин, который скачет на хамелеоне, ну, либо ящерица какой-то, это не обязательно будет хамелеон, но суть та же. Там есть у меня воин-енот, который метает бумеранги, девочка на хуба-бубе, вот, допустим, с длинными косами. Ну, то есть, своеобразная такая интересная прорисовочка, которая, конечно, отличает нас от более классического жанра героев в рейде. Так, у нас есть экспедиции, вот, нам предлагают перейти в драконьи логово. Я по максимуму прошёл начальное обучение, но оно слишком большое. Так, разбиваем драконьи яйца, так, и испытываем себя. Ну, у меня классический подбор прокачанных героев, поэтому я буду использовать именно их. Так, как я прошёл только обучение, особо я здесь не развивался. Это мы всё сделаем, конечно же, с вами дальше. Если игра вам понравится, зайдёт. Потому что более классический жанр рейда немного всем уже поднадоел. И в нём остались только олды, которые пришли в игру из первоначальных этапов, когда этот жанр только появился. Хорошо, активируем башню, уничтожим. Окей, получили на халявчик ресурсы. Дальше разбиваем яйцо, получаем сундук, ещё разбиваем яйцо. А здесь пустота. Так, нам предлагают выбрать для наших героев усилители. Так, давайте повысим критический на 60%. Это очень жирно. Так, в зону тумана. Что? Войти в зону тумана невозможно. Ага, понял, хорошо. Так, я ж могу вот это яйцо тогда разбить. Давай. Испытаем себя. Пройдём, посмотрим. В принципе, у меня в прошлом бою никто. Короче, смысл испытаний в том, что если твой герой на каком-то из этапов умирает, то до обнуления ты не можешь выбрать уже этого героя. И тебе придётся брать какого-то другого, если он у тебя есть. Если нету, то всё, сорян, ты проиграл. И дальше ты уже не пройдёшь. Но у меня, как я и говорил, персонажи, ну, как бы прокачанные. Соответственно, из-за этого у меня есть возможность хоть немножко пройти дальше. То есть я так бы наперёд, имея скилл, прокачал себя и немного обыгрываю сейчас саму игру. Потому что изначально по сценарию игры я должен был идти туда неразвит. И когда у персонажей там один, два, три уровня, то, естественно, меня бы тут уже убивали. А так я пришёл, у меня девятнадцатый левел, десятый, десятый, десятый. Ну, то есть намного сильнее, нежели мог бы быть. Так, вот у нас прилетело. Можно открыть сундук, потому что я нашёл, как бы, ключ. Призовите дракона, протрубив в рог. Окей, хорошо. Так, я так понимаю, мы можем перейти в следующий этап. Погнали. Да, второй этапчик, отлично. А здесь-то я могу теперь протрубить в рог. Или нет. Вот мне интересно. Так, драконья кровь. Подрати, ну, драконья кровь, чтобы оживить всех героев. Так, нет, это мне не надо. Осталось яиц. Хорошо. А я могу выйти полностью с этапа, по идее. Прокачать героев ещё своих, допустим. Так, хорошо. На двадцатый. Так, я хочу не одного выкачать на двадцатый, а всех поднять, подогнать. Так, у меня не хватает чего-чего. А, новая навыка. Окей. На каждом уровне, типа, десятый и двадцатый, а вот тут на сорок первом откроется новый навык. Так, ну, мне вроде как хватает, да? Я потерял... Ага, вот. Девятнадцатый. Окей. Недостаточно опыта героя. Это плохо. Так, здесь есть снаряжение. Так, стоп. Снаряжение надеть. Левел улучшить тоже нельзя. Опыта мало. Так, а если здесь шестой? Вот здесь один уровень я ещё подкинул. Хорошо. Всё, можно возвращаться обратно в экспедиции на драконе логова. Давайте дальше пройдём. Вот единственное, я где-то просерил, получается, да, свой рог. Потому что я его не могу использовать. Хорошо, поехали. Полетел бонус. Полетел бонус. Полетел бонус. Полетел бонус. Полетел бонус. Так, окей. Двести-триста. Прилично, приятно. Знак убийцы дракона, искателя приключений. Привет. Поздравляем с прохождением драконного логова. За этот подвиг вам вручается награда знак убийцы драконов. Желаем вам смело двигаться вперёд. Большое спасибо. После этого мы возвращаемся обратно-таки на компанию и проходим. Кстати, если кому интересно, у нас идёт этап 2, глава 5. Наоборот. Глава 2, этап 5. Вот так вот. Да. Немного мы напутали. Так, ну, проходим. Вот это всё автоматика, стандарты, одна и та же механика. Но графончик отличнейший. Не знаю, мне очень нравится. Скорее всего, YouTube порежет. Плюс монтаж тоже немного порежет. Вы исходную картинку получите хуже. Но рекомендую установить, попробовать. Потому что, ну, как бы приятненько. Приятненько, интересненько. Отвлечься, если кому рейд уже надоел. То будет неплохо. Потому что своеобразная рисовочка, своеобразные мобы, боты, герои. Это интересно. Так, ну, я смотрю, тут уже посложнее. Да, он даже у меня один герой упал. Несмотря на то, что у него самая высокая выкачка, он умудрился упасть. Но, тем не менее, этап мы закрыли. Хорошо. Выпрыгиваем с компанией. Получили уровень. Из еще прикольчиков здесь. Короче, если ты даже офлайн стоишь, ничего не делаешь, то твои герои фармят за тебя все равно. Вот здесь за хамелеончиком видно сундучок. Тыцаем на него и видим, что они нам выфармливают. То есть, от обычных стандартных ресурсов золота, опыта на прокачку, опыта игрока, который получает персонаж, мы можем даже выфармливать вещи. То есть, в офлайне вы ничего не теряете, вы не отстаете от ваших конкурентов, вы прокачиваетесь. Не так быстро, естественно, не с такими большими плюшками. Но все зависит от этапа, на котором вы остановились. Понимаете? То есть, чем выше этап, на котором вы остановились, тем лучше будет и бонус, соответственно. Ну, а на этом все. Это все, что я хотел вам рассказать в обзорном видео по этой игрушке. Не забывайте подписываться на телеграм, ссылочка в описании, там я создаю свою собственную игру. И не забывайте ставить колокольчик. Если вам понравится эта игра, мы продолжим в выпуске. Всем спасибо, пока-пока.